По большому счету, мы с вами группы еще не учили. Правда, я знаю? Ну, то есть, мы, конечно, говорили, там, группа вычетов по модуру. Но это было у нас не более, чем слово. То есть, вообще, понятие абстрактной группы у нас с вами на уроках фактически еще не звучало. На самом деле, пора бы ему и прозвучать. Значит, вообще, есть два замечательных способа изучать группы, когда вы, ну, что-то первый раз, когда вы школьник. Один способ – это взять и выучить теорию блога. То есть, уравнение, когда можно решить в радикалах, когда нельзя решить в радикалах. Это в классическом своем виде. Написано в книжке Вандер Вардена «Алгебра» и, что называется, всем рекомендую. Потому что это действительно интересно, и это написано абсолютно классически. К сожалению, уверен, что это для вас было бы слишком трудно. То есть, Андрей бы выдержал, остальные – нет. Боюсь. Не знаю, на самом деле это на пределе. То есть, я могу сказать так, ни в одном из моих предыдущих классов я это так и не рассказал. Хотя, когда я был школьником, ровно так я это учил. И более то, я считаю, правильно, ровно такой способ изучения – это вот так, как написано в Вандер Вардене. Потому что это, что называется, абсолютно классическая книжка. Кстати, не думайте, что ее писал Вандер Варден. В том смысле, что это то, как алгебра сформировалась в первой половине XX века. И это классика. Ну, в смысле, что руками писал сам Вандер Варден. Но на самом деле там многое, большое количество людей работало для того, чтобы этот курс создать. Там и Эмби Нетр была, и Артен, и кого-то там только не было. Так вот, это один способ. Другой способ, совершенно замечательный. Это книжка «Теорема Абеля в задачах и решениях». Там для школьника абсолютно идеально объяснено, что такое группа в втором, или вообще в самом начале. Да, там в самом начале книжки подробно, четко, что такое группа перестановок, что такое просто любая группа. Объяснено, ну, мне кажется, что идеальным образом. Хотя автор этой книжки Алексеев, на самом деле она была придумана Арнольдом Владимиром Игоревичем. Он читал лекции в 18-м интернате, это были уже очень давно эти лекции. И, соответственно, Алексеев их переработал. Книжка «Великая». Книжка совершенно замечательная. У нее есть один недостаток. Первые девять десятых этой книжки читает любой из вас. Тут уже мне надо быть Андреем. Это любой из вас способен прочитать первые девять десятых. И само доказательство... Чего ты с тобой помешу? Вот там она замечательно так вот в этом смысле написана, что подготовка идеально хорошо расписана. И что такое группа, там написано, так что не придерешься. И что такое комплексные числа, там написано очень хорошо, тоже классические. Очень правильно там все это написано. И что такое римная поверхность, там тоже можно понять. И тоже замечательно. А вот само доказательство теории Мабеля, понять из нее тяжело. Но с другой стороны, оно там есть. То есть тяжело это не значит, что нельзя. И вот третий способ, ну, на самом деле, что лучше, если все требуют знать, да? Вот третий такой очень естественный, очень хороший способ. Это изучать группу перемещений плоскости. И заодно вы очень хорошо узнаете, что такое фактор пространства. Ребят, вообще, с тем, что такое фактор пространства, с тем, что такое накрытие одним пространством, другого пространства, на самом деле, фундаментальная группа, это все, безусловно, нужно вам сейчас уже изучать. И, соответственно, если бы нам с вами удалось, ну, может быть, не целиком, но как-то вот ознакомиться с книжкой Никулина Ишваревича «Диометрия группы», это было бы, на самом деле, очень здорово.